И снова добрый вечер. И снова с вами я. И буквально с разницей примерно в один час. Ну, давайте по подаркам. Ну что ж, контракт наемника. У меня нулевого уровня. У меня, короче, ничего нету. То есть вот настолько я вот так вот, как бы. Контракт наемника. И снова седая контрактная наемниковская. И по 10 подарков. По 10 подарков вообще должны сразу много-много контрактов падать наемников. Контракт наемника плюс 2. Отлично. Кстати, многие его выкачивают. Он действительно много боев дает тут. Граб дает хороший. Но меня всегда поражает, куда вот этот одевать. Вот просто я не знаю. Если вы знаете, можете отписаться в комментариях, куда вот этот одевать. Ладно. И еще. Контракт наемника плюс 3. Хорошо, кстати. Нормально-ка так. Ну, бои даст, но от них эффекта нет. Вообще никакого. Энергии-то нету. Пятый контракт наемника. Плюс 15 к итоговому грабу на час. Ну, 12 дней. И еще 2. И еще контракт наемника. Нет. Ну, ладно. Ну, как я и говорил, питомец Гозилы не очень. Не очень хороший. Ну. И падать он, кстати, тоже не должен. Иначе неинтересно будет. Я вообще не жду. Вот смотрите, чтобы вы понимали. Я не жду ни одного выпадения Годзилы. Просто вот. Да, выпадение звезд возможно. Но Годзилы 12-й это новая умелка. Ну, то есть, поэтому... Ну, такой небольшой хлам, можно сказать. Который валяется. О, 2 раза по 240, кстати, выпало. Прям норм. С бесплаток-то, да? По звездам. Кстати, нормально звезд так выпадают. Нет, смотри-ка, падла! 12-я! Хо-хо! 12-й Годзилы и новая умелка у него, да? Массовый урон. Массовый урон 12-го уровня. Ладно. Ладно. Еще, кстати, нормально так сыпят по 230 звездку. Ну и еще трехсотничек. Нифига себе повыпадало-то прям. Ну, я не ожидал, конечно, честно скажу. Я не ожидал вообще. 11, ну, грубо говоря, там, ну, подарок. Ну, это не должно было упасть. Вообще не должно. Ну, если уж так повезло, ну, ладно. Ну, это не очень хороший пет. Давайте так, честно уж. Ну, и последний. Итак, миниган 13-й. Качается 6 лет. 6 лет миниган качается. Накоплено, ребят, за это время 2415, 2415 боеприпасов. Не используются мной вообще. И самое интересное, является одним из лучших, ребята, оружий на 6-м, 7-м уровне. Ну, в 8-м, там, пока массовый урон не появляется на 18-м уровне, нормальный именно массовый урон, это является, наверное, одним из лучших оружий, которое его заменяет. Так как питомцев стало много, и первый урон, который можно нанести, с ним прям идеальнейший. Чего я разлагоствую? Давайте открывать. Все звезды, звезды, звезды у меня нету, да. Звезд нету. О, миниган 14-й. Офигеть. Нифига себе. Расщедрились, кстати, да. Акция, кстати, не очень, честно скажу. Акция прям, прям не айс. Зато звезд прям вообще просто, просто дофигища. И миниган 15-й. 15-й миниган еще не дает? Нет, вообще ничего не дает. Ну и ладно. И давай еще, давай. 25-й миниган. Еще звезды. Да что тут, тут прям, прям мне сегодня фартит на звезды. Ну ладно, ринге это не в счет, но звезд прям выпало очень хорошо. Миниган два раза выпал. То есть тут прям, выпала одна Годзилька выпала. Ну прям, ребят, ну нормально. Не жаловаться на дроп не буду. Пол количества подарков. Если учесть, что они все бесплатные. Это прямо очень шикарно. Прям айс, можно сказать. Не знаю, честно скажу, если вы на низких уровнях сидите и вы донат качаете, пожалуйста, миниган. Он играет свою роль, поверьте мне. У него урон очень неплохой именно на низких уровнях. Ну это так, небольшая такой лайфхак, да. Ну многие, кстати, на низких уровнях себе его хорошо выкачали. Тем более, ну одной из топовых оружий. Питомец, сразу говорю, говно. Ну то есть, а если вы играете, допустим, подземку, или бьете ту же дрожь земли, или БК бьете, у вас в боев всегда будет доядрение фени. Ну то есть выбивать контракт наемника не имеет никакого смысла. Просто не имеет. Пока. Пока.